Продолжение следует... 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 Примите закон о штрафах для тех жителей, которые не убирают свою придомовую территорию... Насколько это все реализуемо и насколько это все с точки зрения закона правильно... Продолжение следует... Добрый вечер, уважаемые зрители... Вопрос... Примите закон... Возможно ли принять закон о штрафах для тех... В этих правилах четко, ясно прописано... Опять-таки, повторяюсь... Продолжение следует... 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 Также эти правила прямо распространяются и на частный сектор тоже. В этих правилах четко и ясно прописано порядок осуществления работ, связанных с приведением надлежащего санитарного состояния при домовых территориях, территории объектов, прилегающих к хозяйствующим субъектам. Также в конце этих правил есть ссылка на КОАП номер 10 по РД, по республике Дагестан. По-моему, он в прошлом году был принят, Народным собранием. И там тоже прописаны санкции в отношении тех, кто не исполняет обязанности по надлежащему содержанию при домовых территории, территории, которые прилегают к объектам, как ранее говорил, федерального, республиканского либо муниципального отношения. Нет, ну допустим, проще говоря, когда человек занимается предпринимательской деятельностью, открывает свой магазин, гастроном, ларек, полностью на нем, значит, ответственность за установление, допустим, урны, допустим, содержание в санитарном порядке его территории. Так я понимаю, правильно? Совершенно верно. Вот, а насколько это все реализуется на деле? Ну, на сегодняшний момент мы можем сами, да, воуче убедиться, насколько он реализуется в городе. Ну, потихоньку надо будет, наверное, это мое мнение, потихоньку приходить к этому. То есть, обязывать, что обязывать, нормативно-правовой акт, который принят городским собранием депутатов, да, и администрации утвержденные, это уже является обязательством по исполнению вот этих правил благоустройства. Допустим, магазин, хотя бы пример возьмем, вот, дома у нас кухня, да, в кухне есть урна, нам же его никто не приносит. Хозяин дома идет на рынок, покупает урну и ставит сюда, вот, в кухню, чтобы сваливать туда, как бы, да, свой мусор. То же самое, какая разница, это касается всех, кто ведет какую-либо деятельность на территории города. Покупать урны, либо контейнеры, устанавливать их, после того, руководитель, либо директор, либо там, кто там, ответственно, должностное лицо этих предприятий, либо коммерческого сектора, обращается в специализированную службу, хаз благоустройство, заключают контракт, и в этом контракте четко, ясно прописано, вывоз и утилизация. То есть, хозяйствующие субъекты определяют место расположения контейнеров, а работа хаз благоустройства заключается в чем? В том, что вот этот мусор, накопленный в этих контейнерах, вывозят и утилизируют. Еще хотел бы что сказать. Вот у нас многие, да, в городе сталкивались, говорят, купите нам контейнеры, поставьте их нам и... Собственником мусора, который накапливается у каждого, является он сам, до тех пор, пока вот эта собственность, он не продал специализированной службе, для того, чтобы эта служба вывезла его и утилизировала, где определен... Место, где определено администрация города. Порядок вот такой, четко, ясно, все прописано. Неужели это так трудно, как бы, понять? Ну, с этим вопросом разобрались, наверное. Вот здесь у меня будет такое маленькое замечание к уважаемым телезрителям, которое, если мы хотим, как бы, разговаривать в нормальном цивилизованном ключе в сети Инстаграм, у нас есть функция, значит, в сети Инстаграм, там удаляется комментарий и блокируется человек, который уже, ну, больше не имеет доступа к прямому эфиру. Вот, поэтому уважать тех, таких же, допустим, сестер, матерей, которые сидят в прямом эфире, и все-таки не выражаться, и более, значит, потому что никто не хочет своему родному человеку таких некрасивых поступков по отношению к своим родным людям, и поэтому будем уважать друг друга и как-то следить за речью. Вот, там есть функция удалить комментарий. Вот, поэтому мы дальше продолжим наш эфир. Вопросы, значит, такие вот, вопрос задымления. Вот, у нас летом был очень такой актуальный вопрос постоянно. Первая такая тема была задымления. Вот, сейчас как вопрос с этим? Ну, вот, на протяжении трех месяцев, как мы приступили к работе по ликвидации задымления на мусорной свалке, в том числе, полигон для свалки мусора приведен, как бы, да, в нормальное состояние. Там не то, что огня, там сейчас задымление даже нет. Любой горожанин может спокойно поехать, но знает, где располагается полигон, и убедиться сам. Правда, в последние три недели были несколько раз, вот, два раза это точно, был умышленный поджог там. Ну, в течение светового дня силами МЧС, силами ХАС благоустройства, муниципальные монетарные предприятия, пожарные службы, в течение светового дня вот эти поджоги были ликвидированы. Особо таких проблем это не вызвало. Но, тем не менее, вечером выходишь в город на фоне прожектора городского, да, уличного освещения, видишь, что фонарь уличного освещения как бы в тумане. Думали, откуда этот дым? Не могли понять. Оказывается, большинство хозяйствующих субъектов не вывозят этот мусор на полигон и сжигает прямо на своих территориях. То есть, грубо говоря, утилизирует свой мусор внутри города. Да. И буквально сегодня, вот, первым замглавой администрации Каргалием, Каргалием Магомедовичем, мы обсуждали эту тему. Будет выделен квадрокоптер, то есть дрон, по-другому говоря. У нас город разбит на шесть секторов, и в каждом секторе, каждый вечер, будет проводиться мониторинг, будем выявлять очаги, места, где люди сжигают этот мусор, с привлечением экологов, будут составляться штрафы, если по-другому не понимают. Мы просим, умоляем, как бы, да, не делайте, не сжигайте этот мусор. Здесь с вами согласны некоторые наши зрители с сети Инстаграм, значит, пока не начнете наказывать рублем, ничего не изменится, правила есть, но они не соблюдаются. Вот, значит, по поводу такого вот вопроса, который тоже, значит, обсуждался у нас в сети, по порядок, значит, ввоза, наверное, мусора частными лицами на территории полигона. Вот, как он должен быть там, потому что, допустим, финансовая сторона, допустим, первая. Второе, куда он должен, если доступ у этого человека туда отвозить, да, допустим, или место, кто ему будет показывать место, где это надо вывозить, все. Да, на полигоне, вот, на сегодняшний день определён ответственный человек. Плата за въезд, там, в основном, вопросы, въезжающие на этот полигон, бывают связаны с оплатой за въезд. Ну, извините, если бесхозно завозить этот мусор на полигон и вываливать его, где попадя, и не оплачивать за собственный мусор, это что получается? Получаются большие горы этого мусора. Кто-то приходит, поджигает его, и вот этот мусор же надо утилизировать. Поэтому вот эти сборы осуществляют только для этого. Почему там на КПП их осуществляют? Потому что у нас в городе здесь очень много тех, кто уклоняется, нагло уклоняются от оплаты утилизации. Приходится вот такие меры принимать, да, и на КПП устанавливать шлагбаумы, чтобы оплачивали там. Ну, там, слушай, копейки, слушай, это тоже. Ну, вот об оплате, да, вот, если раз уж мы коснулись, об оплате офиса, вот как у нас обстоят дела со сборами и вообще по мусорам? Дела обстоят, конечно, не совсем хорошо. Создан, создан что он, и раньше тоже работал, да, был абонентский отдел. Правда, мы его перенесли напротив, четвертой школы, сняли офис там, да, чтобы горожанам и хозяйствующим субъектам, в том числе, было удобно. Только с целью удобства, да, чтобы могли прийти, оплатить. Мы его открыли напротив четвертой школы, еще раз не формирую. Чтобы не добираться туда за железку на Каркмасово 1, для бывшей спецавтохозяйственной. Да, непосредственно располагать предприятия. Вот только с этой целью. Ну, сборы не совсем, даже, скажу, даже очень плохо со сборами. Приходится чуть ли не каждого человека по полдня уговаривать, упрашивать, да, чтобы он оплатил. Приводящий ему основания, с какой целью к нему обращается, чтобы он оплатил вот эти услуги, оказываемые им, вот, муниципальные манитарные предприятия, хаз благоустройства. Ну, насколько понимают, да. Те, кто понимает, конечно, там, им и объяснять не нужно. Они приходят, сами оплачивают. А вот кто, кто не понимает, им приходится долго, по полдня объяснять. Со сборами не совсем хорошо. Ну, как-то, да. А если, допустим, какие-то меры, что, понимаете, имеется в виду профилактическое, или, допустим, там, ну, информационно понятно, вот сейчас, да, мы занимаемся информацией, а вот как-то непосредственно на местах или контакт с управляющими компаниями, вот, как вообще происходит процесс? Ну, что делать для того, чтобы более эффективно это все было? Ну, налаживаем работу и с управляющими компаниями, имеется в виду ТСЖ, товарищество собственников жилья. В основном оплачивают услугу, вот, государственные бюджетные учреждения, организации, да. Коммерческие организации, так, наполовину есть, процентов 60 оплачивают, а вот 40 процентов есть злостные, как бы, да, неплательщики. Частный сектор тоже, ну, как и коммерческий сектор, тоже процентов 40 оплачивает, 60 не оплачивает. Контролеры уходят. Проблемы, конечно, возникают. Нелегкая эта работа. И еще один момент хотелось бы, да, на ЖИЛА, подчеркнуть. Вот, спрашиваешь контролеров, а проделаны за день работы, они говорят, что вот контролеры, когда ходят, собирают, да, платежи, они говорят, вот население, говорит, не хотят оплачивать. Я говорю, почему, причина в чем? Они говорят, ну, у нас налоги берут, там, мы налоги оплачиваем, и так далее, и так далее. Ну, слушайте, налоги ваши имеют целевое назначение. Это дороги, парки, скверы, оплата работы уличных подметальщиц, да, как их называют, да, таки? Руслочная уборка. Да, оплата работы уличной уборки дворников. Эти цели, эти деньги не предназначены для целей хаз-благоустройства. Это дополнительное, не дополнительное, это вообще обязанность, да, оплачивать вывоз и утилизацию собственного мусора в частном секторе. Это касается каждого горожанина. Даже идем на встречу, там, где, допустим, 3-4 человека прописаны, хотя бы 3 человека что оплатили, и оплата составляет 48 рублей в месяц одного человека. на живое, это меньше, чем стоимость двух мороженых. Человек производит огромное количество мусора, но, тем не менее, жалеет 48 рублей в месяц одного человека на вывоз и утилизацию вот этого мусора, который накапливается за этим человеком каждодневно. Это же, какими должны быть мы. Вот такой вопрос, значит, зрители спрашивают, как будет, значит, с проблемой, почему на городские мусорки выбрасывают строительный мусор жители, как с этой проблемой бороться, ведь жители сами должны вывозить такой вид мусора на свалку. Ну, на самом деле, зачастую можно по городу проходить и увидеть такую картину, где, извиняюсь, конечно, диван валяется, окно валяется, дверь валяется, ну, или, допустим, что еще хуже, кирпичи и камни, да, вот что-то со строительного касается. Как с этим вопросом быть, и насколько правомерно вообще вот такое вот поведение, допустим, или, может быть, к ним есть какие-то там санкции в этом плане? Что мы на этом можем сказать? Мы против этого, этого не должно быть. Но люди выбрасывают, мы вывозим, как говорится. Вы говорили, какую работу мы проводим разъяснительную. Люди поняли, что можно, что нельзя, что нужно оплачивать, что не нужно делать. Рейдовые мероприятия, которые мы летом проводили, они в основном были направлены для чего, к чему бы мы призывали людей. Мы даже ни у кого деньги не брали, мы просто объясняли людям, что чем мы занимаемся, за что нужно платить, как нужно платить, куда нужно платить. Опять же, строительный мусор. Вы все, наверное, проезжая, видите на улицах, особенно где контейнерные площадки, последний пример, улица Батримузаева, улица Ломоноса, Батримузаев, Перекресток, там стоит одно место два контейнера, одно место один контейнер. Проезжая, я вижу, человек несет, мужчина, два пакета. Остановили машину, я говорю, вы что несете? Он говорит, траву и с огорода, всякий мусор, но не бытовой. И куда вы его несете? Да вот же мусор, как на мусорку, все брошу. Так это же для бытового мусора, контейнера. А разве нельзя туда? Я говорю, нельзя, вот видите, кирпичи лежат здесь, ветки лежат, чего только там нет. Это категорически то, что нельзя бросать. Тот человек, который оплачивает, об этом знает, скорее всего. Почему? Потому что у него будет написано «завоз бытового мусора». Тот человек, кто не оплачивает, он не знает, за что нужно платить, потому что не платит абсолютно. По бюджетным организациям, я хотел бы остановиться. Это законопослушные плательщики, но за третий квартал три организации, по-моему, перечислили в день. Больше ни одна организация не перечислила. Из количества? 156 организаций. Представьте себе, три организации перечислили деньги. Я предупредил начальника абонентской службы, чтобы он обзвонил все организации, их руководители, бухгалтеров, и сказал им, если до четверга движение денег не начнется, мы односторонним порядком прекращаем вывоз бытового мусора. Мы хотим показать им, во что превратятся их дворы, те организации, контейнерные площадки. Что с этим произойдет? У вас, наверное, такая сфера работы, наверное, когда видна, когда вы не работаете. Вот я по хозяйственной части хотел спросить, вот, значит, как у нас дела с этим делом, и как вообще строится работа по поддержанию цвета на поле. Вывозы, да? Да, вывозы, метеором. И какие основные там трудности возникают, если есть такие, конечно. Очень много трудностей есть, конечно. Мы с 4 часов начинаем работать, даже с 3 часов. Утро. С утра. Мы начинаем трактора, все выезжают, в машине выезжают, мы начинаем уборку делать. Ну, буквально мы до 6-7 часов в главной улице уже успеваем. Утром? Утром. Очистить его. Самый позже, который бывает полвосьмого. Ну, через час-полтора проходишь, как будто не убрано. И скелеты лежат, животные, и внутренности животные. в машине проходят газели, там 50-60 штук бывает ночью. Везде, со всех районов, со всех селений, городские тоже есть. Но все носят внутренность. И там же выбрасывают, оставляют, уходят. А грузчику, действительно, очень тяжело бывает, кишки, все внутренности, совсем не почищены. Она грузить, тоже невозможно бывает. убрать его. Если его в этот момент не убрал, через два часа уже воняет она. Очень много водит, трудности есть. Трудности есть у нас по стихийным свалкам, которые вообще не должно было быть в городе. Вот Махачканистский, 29, бывший банкетный зал, Рамзик. Сзади него еженедельно, неделю, один раз мы убираем минимум 4-5 тресу коммунного мусора. Это все жители из того поселка. И там уже ездит трактор. Там же ездит частный трактор, неделю, один раз. А там может быть проблема в том, что отсутствует контейнерная площадка? Нет, там контейнерная площадка не должно быть. Это частный сектор, там проезжает трактор, люди говорят этому трактористу и тому человеку, кто грузит. Мы вам мусор не бросаем, мы вам не будем платить. Просто приносит, забираем, бросили пакет и пошли дальше домой. Вот это МСХ, Тубрикозная больница, дорога. Там тоже еженедельно убираем. Неделю один раз, два-три рейсов выходит. Весь этот поселок туда тащит. Там тоже есть частный трактор ходит, но они ходят неделю один раз. А люди дома не держат, чтобы с нами прийти, договор с нами заключить, оплатить вот этот несчастный 48-летний с одного человека. Год 570 рублей бывает у нас с одного человека. С нами чем это не делать, лучше ему выбрасывать туда. И это образуется стихийный свалки. Очень много дома ремонтируют в городе, снимают окна, строительный мусор, все выносят, на улицу ставят. Это ставят днем, ночью никто не работает сейчас. К ним мы все время комиссии административной звоним, они приходят, штрафуют, и за этими штрафами 10-20 человек гонцов бывает просят, чтобы не платили тоже. Вот такие трудности есть. Вот телезрительница пишет, раньше после 18-00 только разрешали выносить пакеты, а теперь в любое время выносят. Как дела с этим моментом? По графику, да? Так мы и сейчас не разрешаем. Кто нас слышит? Кто нас понимает в этом плане? Мы просим, опять же требуем, чтобы выносили вечером. Ничего сложного нету. Вечером вынести и все, перечень спад, лечь. Вы даже наверное помните, у нас была машина ездила по городу. Целый день курсировал по улицам, не выносите мусор с утра с 6 часов до вечера с 18 часов. Все равно бесполезно. Народ у нас такой. Вы не поверите, когда мы сейчас начали работать с абонентами, с клиентами, что требуют оплату и объясняют, что нужно платить, некоторые наши жители умудряются говорить, мы съедаем свой мусор. Мы говорим, где ваш мусор? Куда-то же его выносит. Нет, мы его съедаем. До того издевательства просто над нами. Чисто издевательства. Все, они над нами, над самими. Представляете себе, когда мы приходим и говорим нашим контролерам или мы сами, когда выезжаем на место и объясняем, что нужно платить. Они удивляются, наши жители удивляются неудивительно и за мусор нужно платить. За газ нужно платить, за свет нужно платить, за воду нужно платить, за мусор тоже нужно платить. Как люди задумываются об этом? Значит, по поводу соблюдения графика. Как-то совместную работу наладить? Можно привлечь правоохранительные органы. В этом плане работа шла у вас? Да, пытались мы совместно с участковым тоже работать и пытаемся и в дальнейшем будем работать в этом плане. но понимание я вам скажу к великому сожалению абсолютно не хотят понимать. Вот наши работники аварийского отдела ходят и просят и требуют оплату наглые говорят не будем платить. Но когда комиссия работает и отключает от электрического питания или какие-то карательные меры когда мы принимаем тут же находят кого только не подключают кому только не подходят просят чтобы не платить элементарно чтобы не оплачиваться за этот мусор сложно очень тяжело стало я бы добавил адукерем вес наживила вот эти злошные неплательщики количество процентов относительно всего населения города он небольшой в основном у нас народ прекрасно хороший народ встречается некоторое количество населения которые вот такие в ультимативном форме говорят отказываются оплачивать и так далее и так далее пенсионеры платят но естественно такие вопросы должны решаться в рамках правого поля конечно правого поля тут другого не дано ну вот да вот здесь тоже опять вот значит зрители говорят по Воробьеву рядом с кафе утром вывозят мусор через полчаса то же самое бывает и за весь день все во все стороны все все во все стороны но со стихией да вот как как бороться со стихией если допустим его там в течение дня дополнительный транспорт в течение некоторого выносит в течение дня мы с дополнительными уже двух розысков водник и стихий не два бригады работает помимо помимо этого у нас работали два мотороллера которые курсировали по некоторым улицам города и забирали после того как основной мусор мы забираем после того подбирали два мотороллера мы их убрали теперь они не успевают их не вместимость не позволяет все это забирать теперь мы хотим по городу пустить газ 53 после того как мы основной мусор забрали после этого мы направляем еще одну машину чтобы эти как вы говорите стихий не должно быть неужели сознание человека притупилось у нас что вывезли мусор после него зачем выносить ты проспал или тебя не было дома пришел домой мусор обнаружил потерпи до 6 часов вечера вынеси после 6 его нет ничего сложного так вопросы мы в принципе с вами уже обговорили вот еще такой будет вопрос с платежами а нет с вакансиями какие вакансии на сегодняшний день остаются в благоустройстве и каким образом можно устроиться начиная работу у нас вакансии то что остались сейчас вакансии это были есть и будут наверное это грузчик у нас основная проблема с грузчиками с водителем у нас проблема была мы эту проблему сняли тема закрыта как бы а вот грузчикам у нас проблема ну как подробно немного подробнее да значит какой график у него какой оклад какая работа в чем заключается работа работа грузчик заключается в том чтобы грузить мусор бытовой мусор если брать тот ежедневный которые выезжают маршруты 9 маршрутов их ранние маршруты они выезжают рано утром и заканчивают часов 9-10 максимум в 1 часу дня они заканчивают маршруты это рабочий день заканчивается их рабочий день заканчивается просто они выезжают рано нам кажется 1 часу как может рабочий день закончиться так они выезжают 4 часа утра 4 часа утра выезжают поэтому рабочий день заканчивается в 1 часу оплата 500 рублей в день мы готовы оплачивать у него ежедневная работа есть вот эта стихийная которая выезжает 8 часов там уже с 8 часов до 4 часов рабочий день то же самое 500 рублей за рабочий день вот такой график строится на работу можно приехать улица как массу один за железная часть города там не устраиваются документы значит на работу чтобы стоять на карманского планируем касаемо приема на работу в абонентский отдел в качестве контролеров да как вы спрашивали оклад и так далее и так далее у контролеров оплата труда соответственно зависит от сбора его 10 процентов от собираемых от собираемой суммы мы оставляем контролеру естественно чем больше он собирает тем больше как говорится да зависит от него самого но это хороший стимулирующий фактор конечно 10 процентов это я даже добавлю к бизнесе даже с нового года снова год сначала нового года мы хотим город разделить он так разделен на 6 секторов и примерно определяем примерную сумму что у нас нет не ментализация примерную сумму которые там можно собрать на этом участке за исключением бюджетных организаций коммерческие и физические лица если контролер собирает сто процентов но это уже договорная система оплаты будет мы процент увеличиваем довольно таки солидно увеличиваем да то есть он грубо говоря если он достигает того плана которая должна не поставлю возложен на каждый сектор будет определен план по количеству коммерческих структур по количеству физических лиц который проживает на этом участке они какой-то план будет этот план если он выполняет ему идет стимулирующий процесс по контролеру давайте вот ну даже допустим на грубом примере да допустим как должен выглядеть контролер и что у него должно быть собой допустим абы кто ко мне домой постучит искать слушай ты что такое делать деньги за мусор должен вот я откуда знаю можем оживание пришел завтра его нету да вот желательно с контролеры с желательно с юридическим образованием им будут выданы соответствующие удостоверения которые подтверждают его правом правомочие последнюю сборов платежей также конкурсанты имеется да тут кто хочет устроиться на работу в качестве контролера могут обратиться в абонентский отдел напротив 4 школы либо по адресу как массово 1 бывшая спец автохозяйственными вот желательно желательно конечно да с юридическим образованием почему потому что им долго не не нужно будет объяснять что к чему как это на чем это основано и так далее так далее буквально показал пару распоряжения администрации да и вот на основании этого как бы приступить к работе хотел бы добавить сейчас мы до нас дошел сигнал один-два сигнал до нас дошло что якобы бывшие работники абонентского отдела точнее подошли на какие-то какой-то магазин где-то представили с нашими работниками и требовали оплату за вывоз бытового мусора вот я вам заявляю завтрашнего дня мы даем выдаем новые образцы удостоверений и через ваши через телевидение мы их покажем то результаты наверное мы скажем что только по предъявлению такого удостоверения составляет нового образца договор и оплату делать кому попало нет недавно не выдавать не давать деньги ни с кем попала договора не заключат наши абоненты знали об этом поселке аэродром заказ за мусор каждый месяц по 150 вы собирает контролер здесь на речи это частом это не мы подожди ты подожди вопрос прозвучал контролер что значит контролер и джима собирать ехать там контролер не то ничего не написал на не понимает это не наш контролер это совместно с квартальным они нанимают час вот значит еще вопрос жители значит предлагают камеры установить на углу шорса и дату его как стемнеет за 10 минут 10 машину выгружают свой мусор вот с этим как бороться саду его воробьев дату его это воробьев до 10 до это имеется ну положение там последнее время исправилась там фактически это это их контейнеру не должно быть мы даже думаем над этим чтобы их оттуда убрать почему шоссе 35 и за все три во дворе и во дворе из контейнера да зачем их почему по каким-то соображениями когда-то установили там и вот как выгод и проезжающим как бы причина куда куда вываливать то все это один момент второй момент мы установили эту камеру где гарантии что и не не старшего камеру поднимая лето вы смейтесь вот подземный переход по железной дороге вокзал там работники милиции говорят что ломали камеры выключали свет и вырывали камеры убегали сейчас там идет ремонт там переход в отдельном переходе ставится новое освещение убрали эти все как вам правильно сказать то что мы нарисовали на стенах все это рекламу и любовь и нелюбовь все только там не было это все убрали сейчас там идет ремонт как бы сейчас мы думаем что установить камеры опять же дум задумываемся сколько дней камеры там будут даже мы сейчас там поставим освещение новое ставим сейчас каждый вечер ломают лампочки каждый вечер ломают кто ломает мы же с вами этом подземный переходе не ходим мы другой части города живем те люди которые ходят подземный переход молодежь основном взрослые такие же не будет когда них идут палками ломают резинками стоит резиновым пистолетом и стреляют вандал одним словом аду керим я хотел бы добавить по поводу вот этого подземного перехода под железной железной дорогой в районе вокзала до данными ну сейчас наверно все-таки будут устанавливаться вандалы которые причиняют душе этому переходу почему потому что эти камеры напрямую будут подведены в линейный отдел а что же вот так так она всегда была это слегка ломали поймали или одни но к сожалению приходится и констатировать наверное тот момент что большая часть населения к сожалению страдает от действий некоторые некоторые часть населения который все-таки не живется спокойно в чистом городе в красивом городе и такие факты конечно которые они есть если они и во всех городах практически некоторых городах они намного серьезнее и намного большем количестве наверно проявляются на самом деле вот по по поводу насчет работы хотел спросить по поводу работы ручной работы которые осуществляют значит наборники да вот как наварская проводится их работа большой ли объем работы они выполняют вот таком плане ну я вам так скажу большой маленький или маленький судит нашим горожанам ежедневно сто восемьдесят тысячи сто сорок восемь квадратных метров убирается в городе хасаюте те кто рано встают или поздно ложатся и бывает городе они видят наших женщин которые убирают этот город это титанический труд это огромный труд потому что у нас не все улицы асфальтированы все улицы которые не со всех улиц которые не асфальтированы это вся грязь заводится на ту часть где асфальтированы это вот эту грязь приходится им ежедневно сметать у нас в городе нету урн к сожалению люди которые ну горожане которые ходят ездят по городу бессовестно бросается все на пол это все собирать пакеты я вам скажу нелегкий труд и оплачиваем минимальным минимальными средствами норма одного я бы хотел так сказать тоже мы сознательная часть населения города мы наверное должны каким-то образом влиять на тех несознательная часть города одергивать подсказывать они все среди нас живут живут те люди которые плохо себя ведут данный момент они справятся нам лучше нас будут наверно и сейчас они может лучше нас но тем не менее кто видит например что мусор выносится после того как мы убрали можно же ему сказать брат сестра сосед друг товарищ не бросай это позже вынеси или если кто-то ломает не ломает у нас наш телефон просто разве его правда напомню на память вы что это наш телефон диспетчерская служба помнишь раз он продиктует номер телефона диспетчерский кому-то если что-то нужно вывести диван или бедки или строительницу по самой минимальной цене мы это вывезем даже мы цели не называли бы но вы поймите мы и так в долгах и город не весь город оплачивает завозу бытового мусора мы не можем ну хотя бы не но хотя бы себестоимость до вывоза чтобы мы ориентабельность даже не задумываемся нам главное чтобы вы его где попало не выбросили позвоните на этот номер мы отправим людей и вывезем сами это все но не бросать его где попало на жила хорошо что поднял вопрос с рентабельностью ну чтобы внести ясность как говорится до стоимость вот этого мусора вот представим себе контейнер обычно контейнер да вот туда помещается где-то около одного куба вывоз вот этого одного куба и утилизация его составляет 388 рублей по нормативам ну я я не думаю что там больше пяти либо десяти кубов будет накоплен мусор в частном секторе максимум один два куба чем нанимать на бирже там за полторы за две тысячи рублей грузовой автотранспорт не прошли обратиться в диспетчер по номеру телефона диспетчерской службы в организацию до мобхаз благоустройства и заключить с ними договор о вывозе и утилизации это будет как бы дополнительным дополнительной помощью вот этого горожанина который выполняет какие-то работы по ремонту собственно дома да и дополнительно будет материалом для покрытия полигона вот этим стоит именно строительным мусором там песок либо кипич использованы уже понятно вот значит для телезрителей и зрителей сети instagram я продиктую номер телефона и уже чисто до диспетчерская служба значит случае когда вам нужно будет вывести строительный мусор значит либо мусор от какой-то хозяйственной деятельности деятельности на счету вот 8 929 883 79 97 значит я повторю 8 929 883 79 97 но время эфира нас поджимает я еще раз еще раз значит ознакомлю с теми кто у нас был в эфире мы сегодня обсуждали санитарное состояние поддержание санитарного состояния в городе значит гостями у нас были руководитель предприятия муниципального унитарного предприятия хас благоустройства облакирим кудбудинов зубаир магомедов заместитель директора по абонентской работе по еду по юридическим вопросам значит и и дрис джасуев заместитель директора по хозяйственной части хас благоустройства здесь мы коснулись множество вопросов к сожалению ну приходится значит констатировать момент что большинстве тоже случае как бы жить в чистоте значит наверно для этого нужно как минимум иметь желание и сохранять этот город чистоте в принципе все в наших силах будем надеяться на то что ситуация будет иметь благоприятный исход как бы с каждым днем значит у вас у каждого по 30 секунд для того чтобы обратиться к горожанам директор со слов уважаемые горожан и мы повернулись к вам лицом ждем ответ на реакции что вы тоже там появились лицом и мы сделаем наш город красивым не шала и одно предложение жила к вам месяц два раза мы хотели прямой эфир если это возможно конечно и чтобы чаще мы людей в люди нас видели и чтобы мы тоже могли общаться таким путем но мы проведем опрос социологически среди телезрителей и думаю мы этот вопрос можем решить почему нет если есть если есть просто если есть продолжение будет спрос по старшеству есть у меня на просьба нашим гражданам что после уборки чтобы не выносили мусор с 8 до 6 вечера большая просьба уважаемые горожане как сказал директор обдукерим мы идем вам навстречу и идите вы нам навстречу как бы один в поле него и давайте совместно совместными усилиями наводить чистоту санитарное санитарное состояние в городе да приводит надлежащее состояние совместными усилиями почему потому что один в поле не воин ну я благодарю гостей за содержательный эфир на я думаю у нас есть о чем поговорить и ближайшие значит эфиры а уважаемые телезрители если у вас будут какие-то вопросы предложения мы можем значит их озвучить уже на следующий на следующий прямой фильм мы работаем каждый вторник в 19.00 на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи до свидания встретимся ровно через неделю в этой же студии в 19.00 и